Путь к животноводству у каждого человека свой. Кто-то вступает на эту тропу из-за необходимости, кто-то видит в этом занятии прибыльное дело, а кого-то приводят к животноводству другие люди. Наша сегодняшняя героиня Оксана Исакова никогда не планировала разводить живность. Сначала был куплен участок в живописном месте Тверской области и вместе с землей достался маленький сарайчик. А что было дальше, лучше пусть расскажет сама Оксана. Оксана, расскажите, а как вообще у вас животные появились? Всему делу случаи. И какой был случай у вас? Скажем так, у меня было сочетание нескольких случаев. Это первый основной, конечно, момент, это то, что я мать троих детей. У меня три девчонки, и, конечно же, мы покупали вот эту дачу близко к реке. Это все для нашего будущего, не то что будущего, а подрастающего поколения, чтобы у них был свежий воздух, сосновый бор, чтобы у них была река, чтобы они могли летом отдохнуть, независимо от тех поездок, конечно, куда они там выезжают на море. А второе сочетание – это та семейная пара, которая у нас здесь жила и следила за хозяйством. Ну, очень интересные такие люди. С одной стороны, люди природы, с другой стороны, люди, они были в возрасте уже порядка 60 лет. Они всю жизнь прожили то, что называется, на земле. И когда в период строительства нашего хозяйства здесь на участке был достаточно большой, но сарай, все-таки сарай, Сергей Иванович так его звали, да? Сейчас они поехали уже к себе, скажем так, отработав у нас 7 лет, теперь у нас другая пара. Они говорят, я, говорит, не могу себе позволить выбросить этот сарай. Я говорю, почему? Вы знаете, Оксана, здесь хорошо бы развести курочек. Я говорю, каких курочек? Курочек, несушек, яйца будут нестись, и хорошо, и как-то свежее яйцо. Вот. И как вы отреагировали на это положение? Как я отреагировала? Здесь произошло так, что вода камень точит. Спустя энное количество лет, прямо скажем, вот, то ли 3 года. Каждый год у нас этот сарай передвигался, наверное, по участку. То есть он мобильный был? Да, он был мобильный, да, у нас и выручал. Там где-то жили строители, там хранились хозпостройки. Но я не могла себе позволить все-таки завести именно в этом сарае, скажем так, курочек. Я говорю, ну хорошо, раз куры, тогда давайте строить им дом. И поэтому... Началось строительство дома, да? Да, 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 и мы поэтому построили именно курятник, который мы видели. А из чего он у вас построен? Он построен по-серьезному. Он построен из дерева. Мы достали книги, я пригласила своего дизайнера. Мы достали литературу, выписали специально по строительству именно... Как называется? Да, птичника. Вот, были разработаны специальные ходы и выходы. Для, видите, маленькие там были такие домики, а как бы окошки, да? Это как раз-таки для... непосредственно для птичника так надо. Вот, пол специально ничем не покрыт. То есть он... Натуральный. Да, 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 он натуральный, утрамбованный. Вот, и было одно мое условие. Говорю, хорошо, раз дело дошло до птиц, тогда будем разводить и гусей. А почему гусей? А почему гусей? Ну, потому что далека я была еще от хозяйства, именно как от производства, питания, скажем так, да, вот такого. Вот, а мне очень нравились гуси, как они смотрят на зеленых лужайках. Ну, вообще, как это, по моим впечатлениям, птица-хозяин. То есть она как охранник, как эти крылья, к ней там сложно подойти. Мне всегда очень нравилось. Потому выезжали, допустим, в другие страны, да, и, ну, те же, допустим, играя в гольф, да, у тебя ходит там... Вроде бы простая, ну, там не стадо, там буквально один-два, да, именно гуси, он такой стадный, всех порядок наведет. Вот, и у нас, как вы видите, два крыла, да, второе крыло, это как раз-таки гуси, один самец, да, или как вы... Да, самец. Да, самец и три самки. Ну, это основное поголовье. Да, 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 это вот у нас и было сначала, как бы, потом они стали основным поголовьем, потому что пошли уже размножаться, да, вот. А вы как-то породу выбирали или вот просто сказали своим помощникам, ну, добро, птиц так птиц, вот мне еще гуси... Да, я дала добро птиц так птиц, да, основной был какой критерий, чтобы куры были не сушки, чтобы они неслись, да, то есть это должна была быть все-таки производительность, да, как бы какая цель, чтобы куры несли яйца, так. И гуси, чтобы они были все-таки породистые, вот, красивая статная птица. Так вот у нас и сложилось. Вот, родился петушок, который стая просто-напросто не приняла. Они его гоняли, ну, пришлось его отсаживать, гоняли его все, и петух очень такой сильный, как же он тут хозяин, да, вот. Конкурент пришел. Да, 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 и куры тоже его отсадили, отсадили, потом он им подрос, и его пришлось забить. Вот, и когда я готовила уже куриный бульон, дома в Москве, да, когда мне сбежали все дети, говорят, мам, боже мой, что за божественный такой аромат. Когда я, городской житель, увидела вот этот вот жирочек, прямо желтенький, понимаете, настоящий, я поняла, что до этого я покупала птицу на рынке, понимаете. То есть я считала, что я покупала хорошую, качественную. Натуральную. Да, 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 хороший, качественный продукт. Я ходила на рынок, именно у меня, как бы, птица всегда была с рынка. Вот, ну, видимо, это была просто красивая, вымытая тушечка, да. Вот, и аромат был просто действительно неземной, тот, который, того петушка, который мы сварили. Вот, как я потом узнала, что петушок, это вообще считается деликатесом некоторых нациях, прямо вот именно покупают молодого петушка, чтобы варить бульон. Вот, и после этого, конечно же, мы стали разводить птицу, именно чтобы ее еще и кушать. Так началось ваше хозяйство, свое существование. Так началось хозяйство, именно существование, и как раз-таки с целью питания. У вас, в принципе, очень много места, да, для животных, раздолье. Но коры, почему-то я заметила, у вас же вот все в одном вольерчике, у вас не было никакого желания там завести, чтобы вот в этом загончике у меня брама, в этом там вот у меня только русские хохлаты. Или вот просто вы хотите домашнее яйцо и подбираете по голове то, которое вам нравится. Как вообще вот этот процесс у вас происходит сейчас уже? Сейчас, да, ну, я думаю, до таких прямо изысков, тонкостей, это нужно, во-первых, много, ну, достаточное время посвятить, да, и достаточно, как бы, такая увлеченность, именно выдерживать породу. У меня какая увлеченность? Мы действительно в этом году расширили наше поголовье и решили уже коры не просто несушки, вот, а которые и мясные, скажем так. То есть вы купили еще мясные породы? Да, 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 мы докупили еще мясные породы. Мысли пока их разделять, так как это вот только-только первое поколение, да, в чем как бы целесообразность, я, видимо, еще недостаточно понимаю. Может быть, конечно, пойдут какие-то там дальнейшие проблемы, тогда, это, думаю, будет вопрос уже следующего сезона. Следующего, да, то есть вы ко всему, вы не читаете там литературу, вот я так понимаю, что вы просто ко всему, вы просто любуетесь природой. Это да, это да. Но литературу у меня читают профессиональную, скажем, вот семья, которая здесь живет. Ну, помощники. Да, 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 помощники, они, конечно, читают профессиональную литературу. Стоит заметить, что Оксана в загородном доме бывает лишь на выходных, все остальное время за участком следят помощники. Без помощников очень сложно справиться со всеми хлопотами, которые являются неотъемлемой частью загородной жизни. В пользу и случаях мы с Оксаной решили научиться разделывать гуся. Но прежде чем разделать птицу, ее надо поймать. Кого ловим? Ловим, который не помечен, зеленым, да, зеленым оставляем. На стадо, да? Да, да, оставляем. Ой, а как ловить-то, вы знаете, образа ждет? Нужно зайти туда и схватить его за шею. Мы его не удушим? Нет, нет, не удушим, хватить за шею и волоком уже вытаскивать. Ой, ну давайте попробуем, чтобы вы поймали и я поймала. Я надеюсь, что мы останемся живы, перчатки у нас есть. Ну что, вперед? Да, вперед, пойдемте. Ой, мамочки, мне страшно. Как? Я думаю, нам нужна помощь. Что я не могу это сделать? Они все в дом утикают. Ловите, ловите, ловите. Все, готов. Ловите! Ловите! Так, 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 так! Готовы, ловите! 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 Ну, такой, мне кажется, немножко в стрессе. Не очень жирненький. Не, не жирненький, да? Я думаю, счастье мы будем другого. Это мы поймали для профилактики. А как их отпускал? Вот все, зачем отпускать за горло и на вынос. Так, ну все, понесли. Понесли. Везите, я же не знаю, куда идти. Да. Пойдемте. Ну вот. Наш герой. Да, вы все уже ошпарили. Да, нам его ошпарили, вот, ваши помощники, правильно? Да. Я думаю, что и вы вообще когда-то вот его ощипывали. Сегодня мой дебют так же, как и у вас. Да, у нас дебют. Но я тогда понимаю, что мы вот с вами вдвоем, наверное, не справимся с этой задачей, да? Ну я думаю, да. Да, нам тоже нужны помощники. Давайте позовем помощников тогда. Да, Елен, поможете нам? Насколько я знаю, его нужно после ошпаривания просто ощипывать. Да? Елена, расскажите, что нам делать? Значит, мы его достаем. Достаем его сюда. Это мы убираем. Так. Вот, ножом гуся. Такой он мокренький. Значит, нам сначала надо убрать самые большие перья. Берите крыло. Держите, не бойтесь. Крепко держите крыло. И выдираем самые большие перья. С крыльев. Я не знаю, как это делать. По одному. По одному перу. Очень тяжело. Ух ты. Да. Ух ты. Гуси. Слушайте, а тяжелая? Тяжелая. Так, за что держим? Держим за крыло. Есть. Записали же, по-моему, гусиными, да, перьями? Записали, да. У вас так это шустро получается? Мы тут вдвоем с одним крылом справились. У меня получалось пять штук за день, поэтому у меня же как бы небольшой навык есть. Он еще даже теплый. Господи. Убираем перья с хвоста. То есть убираем вначале... Да у нас еще тут кроты. С самые большие. А почему самые большие? Ну, чтобы они не мешали. Они будут мешать, если мы будем, Гуся, переворачивать туда-сюда. Они будут просто мешать нам большие пыли. Так, давайте мне это привод. Так, а потом какие? Ну, потом мы начнем щипать все. Все перья будем выщипывать. Все подряд. Оксана, если мы сейчас с вами не начнем что-то делать, то за нас это и сделаем. Ну что, приступим, а? Да. Вот так, конечно, мне не очень это полную пригощу. Берите, вот они мокрые, их вот так немного. Теплые, зато согрелись. Когда они их положили в этот мешок. Мне кажется, я сейчас потеряю сознание. У меня уже так немножко кружится голова. Смотрите, какой хорошенький, а? Ну, да, наверху так. Убираем все большие перья. Вот, грудку. Все надо убрать. Так, все, собиралась. А легко снимается, потому что пеньков сейчас нет, да? А что такое? Держите гуся. Когда гусь линяет, отрастали. Теря молодые. Плохо он у нас тут расшпарился. Бедный гуся. И тогда вот он плохо снимается, да? И как человек, чтобы его просто терзаем. Жестокие слова. Мы не терзаем. Мы делаем процесс, который как бы необходим в любом фермерстве. Мало вырастить птицу. А как обрабатывают перо, чтобы вот его собирать? Я знаю, что сейчас все это перо придется выкинуть. Правда? Ну, чтобы собирать сухое перо, вот пух с грудки, да, его надо... То есть это вот эта часть, да, отсюда? Да, вот эта часть его надо собирать сухим. То есть его надо... Ну, я не знаю, есть способы, когда его паром, то есть через влажную тряпочку парят утюгом. И тогда получается сухой пух убирается. Ну, это тогда долгий метод, да? Да, это очень долгий метод. Прежде чем гусь попадет на стол, его сутки держат на одной воде и не дают корма. Тем самым птица очищает свой организм. После забоя гуся ошпаривают горячей водой, затем дают немного настояться в кипятке около 10 минут. Эта процедура необходима для того, чтобы перья было легче очистить. А щипывание делается быстро, пока тушка теплая. Процедуру требует определенных физических усилий сноровки. Перья не так легко даются в руки. На следующем этапе гуся обжигают, чтобы удалить оставшиеся перья. ПЕСНЯ Ну вот, только что гусь обработался на горелке. Елена, мы снова без вашей помощи не справимся с Оксаной. Показывайте, как потрошить правильно эту птицу. Ну, сначала мы ножиком слегка, мы его потом будем мыть, мы слегка убираем вот эти все перышки, которые у нас обгорели. Вот немножко так тут всякие вот остатки обгоревшие перышек. Ну, запах уже у него есть. В холодильнике там вот мы их покормили, все. И когда они уже вот такие были грязные, все там мы опилки им посылали, все, мы их брали, просто собирали и мыли в душевой кабине. Вот даже у нас фотографии есть. Да, мыли, потом мы их сушили феном, они были желтые, пушистенькие. А иначе они бы, наверное, не выжили, да. И вот сейчас какая они кучесть. Ну, а что делать? Как бы мы их растим для того, чтобы кушать, поэтому приходится. Жалко, конечно, каждый раз, когда ловишь, стараешься брать, вот тут больше нравится, стараешься его не брать. У нас есть старый гусь с прошлого стада и гусыня. Вот мы стараемся их пометить зеленкой, чтобы только их не забить. То есть мы их оставляем на следующий год, потому что вот начнут нести яйца, чтобы у нас были опять гусята. Вот так. Ну вот мы убрали лишние крылышки, мы убрали ножки. Вот, теперь мы будем его разделывать. Нам надо убрать кишки, вытащить печень, желудок и сердце. И то есть у нас будет потрошенный гус. Для этого, чтобы нам разделать, мы вот здесь делаем маленький надрезик такой. Ну, как операцию проводим. Вот он жирный. Надо очень-очень аккуратно, чтобы не зацепить кишки, потому что, ну, потом будет тут очень грязно. Вот мы аккуратненько. Вы долго этому процессу учились? Нет, недолго. Этому процессу я научилась разделом, наверное, десяток гусей. А теперь вот у нас там же все внутри глубоко. Вот, и чтобы его отделить. А где у них сердце? Сердце вот здесь. О, это вот до сих пор? Да, вот до сих пор. А не проще вот так взять, разломите и все. Так зачем? А если мы готовим целого гуся, мы же никогда его не разламываем так вот. Стараемся вообще вот здесь сделать разрез поменьше, чтобы, ну, как бы фаршировать, да. То есть вот мы потихоньку-потихоньку достаем все внутренности. Сердце, вот сердце гусени. Я прямо как этот. Хирург? Не хирург, даже не знаю. Вот желудок и печенка. Это вот из такой маленькой печеночки? Нет, ну, чтобы получить большую печенку, гусей отсаживают, их кормят отдельно через воронку. Да, то есть вот, чтобы была большая печень, гусь должен сидеть, не двигаясь. Его садят, как бы, как на печень их откармливают специально. Тут такой процесс, главное, ничего не перерезать лишнее, чтобы все убралось. Вот все. Так, теперь мы берем, убираем потроха, гусиная потроха, сердце используем. Для чего? Ну, кто во что, суп варим. Так, вот бульончик. Да, бульончик очень вкусный. Вот здесь у нас печенка, на печенке вот эта желчь, ее надо всегда очень аккуратно, аккуратно... Кажется. Вот, вот эта зеленая штучка. Вот эта вот, да? Да, вот она. Ее надо очень-очень аккуратно срезать или обрезать, чтобы, если она, ну, задеть... Она запачкает все, все потроха придется нам выбросить. И вот, когда со середины мы ее удаляем, надо аккуратно не раздавить ее. То есть я стараюсь ее вот так просто вырезать. Вот так оставляю печеночка. Вот она ценная печень. Да, вот она ценная гусиная печень. А ее вы куда планируете? Печень? Ну, я не знаю. Мы любим суп с потрохами, с гусиными. А вот эта большая штука у вас? Вот так. Это у нас желудок. Вот. В нем находится то, что гусь кушал. Вот кишки жирные какие. Сейчас мы это все отправим... А потом это собачкам? ...нашим уличным собачкам это мы все отдадим. Что вы сейчас будете делать? Сейчас мы будем вычищать желудок гусиный. А желудок тоже используется в киши? Да, желудок очень вкусный. Да? Ну, давайте вычищайте. Это вот травка. Да, это травка то, что они ели. Вот здесь пшеница, комбикорм, сено замоченное. Мы ошпариваем сено, чтобы они... Вот сейчас зимой нету ничего. Чтобы им было... Это, веник из карапивы даем. Ну, вот такой вот желудок внутри. Чисто тут одна трава у него. Он у нас на диете сидел. Теперь нам надо удалить вот эту пленочку внутри. А это что такое? Что за пленочка? Ну, это пленочка, ну, как внутренняя оболочка желудка. То есть, как бы, где перетравливается пища гусиная. Вот. То есть мы ее убираем, вычищаем. А еще говорят, что она очень, как бы... Раньше бабушки использовали вот эту оболочку, не знаю, как гусиную, а куриную, в лечебных целях. То есть ее мыли, сушили, измельчали и давали деткам. Вот, знаю, маленьким давали, когда были проблемы, ну, болели животики маленьких детей. Вот просто посыпали на хлеб с сахаром. Даже так. Да, вот я такой вот рецепт знаю, что она... У нас бабушка всегда ее собирала. Аксана, скажите, а как давно вот у вас кролики живут? Два года уже. А почему решили кроликов завести, а не еще там кого-то? Ну, еще и такового-то, кого-то, например. Ну, козочку там, я не знаю, свинку, если о мясе говорить. Ну, козочка, свинка, они немножко покрупнее, скажем так. Кролики, мясо очень вкусное, диетическое. У меня папа очень любит готовить блюда, просто специалист разные. С крольчатиной такой? С крольчатиной, да. Вот, я думаю, до кулачки тоже дойдет еще дело. Хорошо, площади позволяет. То есть вы еще планируете еще кого-то заводить? А я подумываю, может быть, действительно коровку для своего молочка завести. Ну да, свое молоко, сыр, творог. Да, да, да. Чего в этом плохого? А какие у вас породы кроликов получаются? Вот это вот черный великан, да, по-моему? Да, у нас черный великан и калифорнийский. Калифорнийская порода кроликов. А скажите, до какого возраста вы их выращиваете, ну, вот на мясо пускаете? Как у вас это все хозяйство обстоит? Мы смотрим по, скажем так, своим потребностям, скорее всего, по своим потребностям, желаниям, а не по возрасту. То есть у нас нет такого большого потока, чтобы выращивать там поточную, да, допустим. Возраст и следующие. Нет, ну, их... То есть когда у вас есть желание поесть в кроличате, ну, вы пускаете на мясо. Да. А какая история вот у этого кролика? Это у нас один из первых кроликов, которых мы как раз вот закупали для разведения. Он долго к нам присматривался, наверное. Ну, вот пока... Сестенка вам, не вы к нему. Да, 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 да. Вот и его еще вторая девочка, да. Пока они решили плодиться. Был такой момент, что мы думали, что все, наверное, не судьба. С кроличатами не получилось. Да, 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 думали, что это все анекдоты, как плодятся, как кролики. У нас не было такого бурлого периода, скажем так, только вот последний орень, постепенно. Участвуют уже порядка десяти. Вот. То есть расширяется кроличка хозяйства? Мы держим летом лошадку. Старшая дочь у меня увлекается верховой ездой, да. Вот. И у нас такое сочетание как бы натурального хозяйства. С одной стороны и в радости, и для питания. То есть дети здесь летом отдыхают. В течение года наши умышают, да, питаются. Поэтому такой симбиоз. Скажите, Оксана, вот то есть получается, что такое хозяйство небольшое, да, 20 кур, где-то 20 гусей и 10 кроликов хватает на то, чтобы год питаться своим мясом? Да, у нас так получается. Кур порядка около 20, так. Яйца мы питаем своими яйцами, так. А гусей, правда, побольше. Их где-то 35 у нас в сезон. Вот. Ну и кролики уже расплодились. А вы покупаете в магазине, в общем, нет? Да, мы покупаем говядину, свинину. Оксана, чем вы кормите своих кроликов? Мы кормим их зерном, комбикорм, елки. Веточки они очень любят. Дети, когда прибегают, обязательно с веточками. Морковь, конечно. Ну, овощи, да? Овощи, да. Ну что же, Оксана, спасибо вам большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что ваша хозяйство все-таки расширится. Мы в ближайшее время к вам еще вернемся. Потому что у вас такая красивая природа, что грех сюда не приехать еще раз. Да, будем рады вас видеть снова. Спасибо. Езжайте. Безусловно, профессионалы в любом деле хороши. Но новичкам в животноводстве интереснее. Оксана волей случая стала содержать животных. Но вряд ли наша героиня станет профессионально заниматься разведением братьев наших меньших. Но приятно послушать еще одну историю из жизни людей и животных. И вспомнить весь этот удивительный день. Как мы гуся щипали, как потрошили. И самое вкусное – ели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин